доброе утро днепр меня зовут александр рымболович мне 52 года я мастер спорта украины по карате заслужен тренер украины начнем наше упражнение с разминки верхнего плечевого пояса этом необходимо взять свои ручки самой в локтях и поджимать 10-15 раз после этого можно взять пальчики замок и размять кисти вращением для улучшения правоснабжения в лучезапятных суставах тоже 10-15 раз после этого сгибаем ручки в локтях делаем вращательное движение вперед по кругу и обратно после этого переходим на круговые вращательные движения где ручки идут максимально отводится назад и после этого ручки максимально поднимается вверх отводится назад и для тех кто уже хорошую координацию имеет можно поднять правую ручку вверх левую вниз и сделать разноименные круговые вращения в одну сторону 10-15 раз и после этого разноименное круговое вращение в другую сторону после этого переходим на плечевой пояс начинаем сводить плечи и разводите раскрываем грудную клеточку на вдохе раскрываем на выдохе сжимаем и вращаем ладошки наружу вовнутрь наружу вовнутрь так делаем 10 15 раз после этого можно сделать скрещиваем движение ладошки раскрываем вверх опускаем вниз вверх вниз и также делаем вдох раскрываем грудную клеточку выдох вдох выдох вдох выдох тоже делаем 10 15 раз после этого можно ручки поставить на пояс и переходим на разминку шеи делаем опускание подбородка вниз и на вдохе поднимаем вверх опускаем вниз на вдохе поднимаем вверх так делаем здесь 15 раз если у вас все нормально нет в окружении переходим на поворот и головы влево поворот вправо стараемся подбородочком двигаться в направлении плечевого сустава смотрим направление движения подбородка и так делаем 10 15 раз если у вас все хорошо получилось нет в окружении делаем наклоны головы влево вправо при этом плечи у нас не поднимается стараемся опустить ушка на плечевой сустав и тоже можно сделать здесь вдох выдох вдох выдох если у вас все прекрасно получилось переходим на круговое вращение если у вас нет проблемы с шейными позвонками то мы наклоняем голову и плавно ведем подбородок влево вверх вниз и в другую сторону здесь делаем вдох и с наклоном выдох опять делаем плавное движение вдох выдох другую сторону вдох выдох то есть упражнение противопоказано если у вас есть межпозвоночные грызы протрузии шейном отделе тогда эти кружевое вращение могут быть опасны для вашего здоровья после этого переходим на движение туловище ручки опускаем на грудь делаем наклончик влево прогиб вправо наклончик влево прогиб назад вперед назад после этого заканчиваем упражнение ставим ладошки на бедра и начинаем скользить движением до коленного сустава влево вправо влево вправо если это у вас получилось есть 15 раз разводим ручки в стороны и начинаем делать круговые движения слегка похлопывая по спине и по верхней части живота это упражнение очень полезно она улучшает пищеварение и в то же время мы помогаем нашему организму делать скручивание поясничном отделе если у вас это все получилось мы переходим к движению на месте можно пошагать можно слегка пробежаться на носочках это тоже мы делаем 15 20 раз для тех кто хорошо готов можно сделать чуть больше и после этого поднимаем правое бедро вверх и стараемся держать равновесие и делаем вращательное движение голеностопом разминаем нижнюю часть наших конечностей делать движение по кругу в одну сторону другую сторону если у вас получилось переходим на коленный сустав начинаем вращать воли по кругу в одну сторону по кругу в другую сторону при этом держим баланс и переходим на бедро это уже для тазобедренного сустава вращительное движение по кругу в одну сторону и по кругу в другую сторону Если у вас все хорошо получилось, нормализуйте свое стабильное состояние и переходите на левую ножку. Также поднимаем ножку и делаем вращательные движения в голеностопе в одну сторону, в другую, в голени в одну сторону, в другую сторону и отводим бедро по кругу. При этом стараемся балансировать в одну сторону и в другую сторону. Если у вас все получилось прекрасно, делаем вдох и с наклончиком выдох. Это то, что мы сделали на месте. Теперь переходим к прыжковым движениям, ручки ставим на бедра и делаем на месте 15-20 движений. Если у вас хорошо они получились, переходим на движение вперед-назад, тоже 15-20. Если получились, переходим влево-право и потом можно делать смену ног. Если у вас все хорошо получилось, у вас нет отдышки, значит можем немножко усложнить. Теперь сделаем более сложное упражнение. Нам нужно делать прыжок на месте с поднятки бедра. И можем так сделать. Раз, два, три, четыре, пять. И поменяли ножку. Раз, два, три, четыре, пять. Можем усложнить. Раз, два, три, четыре, пять. И другая ножка. Три, четыре, пять. И сделали восстанавливающие движения вдох и с наклончиком выдох. Если у вас хороший разогрев, вы почувствовали, что пошел прилив крови, можно перейти к маховым движениям. Можно держать ручки перед собой, можно развести ручки в стороны. Начинаем поднимать ножку до пояса. Правую, левую, правую, левую. И так выполняем 15-20 движениями, желательно каждой ногой. После этого делаем вдох, выдох. Можно потянуть ручки под грудь, сделать вдох и выдохнуть. После этого расставляем ножки на ширину плеч и сделаем перекатики. Сядем на левое бедро и сделаем перекат направо. Если вам тяжело, можно упираться руками о колени и бедра. Если вам очень тяжело, можно упираться руками о пол. Если вам легко, можно поставить ручки в сторону и сделать перекаты, сохраняя храновесие в горизонте. Если вы так сделали 10-15 раз, мы поднимаемся и после этого переходим на выпады вперед. Ручки опираются на бедро и делаем прокачивание. 5-10 раз прокачались на одной ножке, сделали смену стойки и вышли на прокачивание на другую ножку. И если у вас все хорошо получилось, вы встряхнули ножки, повращали тазом влево-вправо, вперед-назад, прошли круговое движение тазом по кругу в одну сторону, в другую сторону. Если у вас нет никаких болевых ощущений, вы прекрасно разогрелись, можно переходить к основной части нашего занятия. Для этого нам необходимо научиться правильно складывать кулак. Для этого мы сгибаем фаланги пальцев так, чтобы ногти зашли вовнутрь. Выставляем ручки перед собой и учимся оттягивать ручки назад. Со вдохом тянем локти назад и с выдохом подаем ручки вперед. Это мы пытаемся отрабатывать проекторию движения прямого удара, который используется в традиционном карате. Если у нас это все получилось, мы можем ручки пометить местами, сделать вдох и с выдохом выбросить ручку вперед. Сделать вдох, с выдохом ручку выбросить вперед. Так мы тоже выполняем 15-20 раз. Если у вас это получилось, можем перейти на более резкое движение, уже выбрасывать, как это будет реально, если вдруг на нас кто-нибудь нападет. Ставим ручки перед собой и учимся выбрасывать ручки перед собой. Отрабатываем удар уже из свободной позиции, слегка поворачивая бедра. Можно усложнить, поворачивая еще пяточку. Удар будет более длинный, более быстрый, более легкий. После этого можно сделать перемещение в сторону, повыбрасывать ручку в сторону из положения камая, когда ручка прикрывает подбородок. И можно сделать как в традиционном карате, когда ручка будет тянуться на пояс. И если у вас все получилось, можем перейти к защитным элементам. Это может быть верхний блок, который называется агилке. И мы можем, приподнимая ручку, проработать верхний плечевой пояс. Так мы выполняем 15-20 раз. После этого переходим на среднюю защиту. Это блок СОТУКЕ. Можно выполнить отводящий блок УЧУКЕ. И можно выполнить нижний блок ГИДАНБАРАЙ. Это четыре базовых элемента, которые необходимы для того, чтобы хорошо активизировать кровообращение, улучшить работу суставов и укрепить все мышцы, связки, которые есть в верхнем плечевом поясе. После этого мы можем поставить ручки в стороны, поставить ножки вместе и выполнить удар ножкой вперед, который называется майя гири. Для этого поднимается бедро, ножка выбрасывается и мы выполняем удар ножкой вперед. Если у нас все хорошо получилось, то мы выполнили просто оздоровительный маленький комплекс, в котором есть основные элементы карате. Это не все карате, которое мы хотели вам показать. После этого мы переходим на заминку. Для этого мы можем сделать вытягивание кисти, для того, чтобы гибкость была лучше. Можем поскладывать ручки, разгибать их. Можем приводить ручки, сделать растягивающие элементы. Можем наклоняться в сторону. Можем поставить ручки на задние ягодицы и вытянуться вверх грудью, потянуться. После этого можем потянуться вот в этом положении, в другом положении. И в завершении можем поставить ножки вместе и ладошки поставить на пол. Если у вас это получается, значит, мы молодые и красивые. Желаю всем, чтобы у вас все получалось, чтобы вы всегда стремились к самому лучшему. В первую очередь для себя и для тех, кто возле вас. Пожелание всем быть здоровыми, счастливыми. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok